Приветствуем вас, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Я Светлана Пикта и с нами на связи Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Верховная Рада Украины поддержала выделение сотен миллионов долларов на покупку у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Что за оборудование Украина собралась покупать Борис Леонидович и связано ли оно как-то с Росатомом? Давайте по порядку, потому что мы уже успели посмеяться над тем, что это российские корпуса реакторов, реакторы никто не продает. Внутрикорпусное оборудование поставлено не было. Давайте даже не знаем, с чего начать. Давайте хронологически. С Хмельницкой АЭС есть такая. Работают сейчас в ее составе два блока ВВР-1000. Проект В320. Это важно, потому что ВВР-1000 мы привыкли называть, но они немножечко разные. 320-е это самое первое. То есть, так скажем, еще не введены были никакие требования, которые появились в 2011 году на атомной электростанции Фокусин. Строить их первый блок начали в 81-м, закончили в 88-м. То есть, вот еще абсолютно советское время. Второе начали строить позже, в 85-м. И в советское время не вписались, попросту говоря. Но, тем не менее, после долгой паузы в 93-м году строить продолжили. В 2005-м ввели в эксплуатацию. То есть, на тот момент думали о том, что им нужна энергетическая безопасность и обеспеченность. Ну и вот думали-думали и построили. Сразу после этого начались размышления, что делать с третьим и четвертым блоками. Проект был на четыре блока изначально. И изначально, так скажем, капитальное строительство велось сразу на все четыре блока. То есть, площадка достаточно плотненько была задействована. Размышления начались... Был проведен тендер, выигрывал его атомстроэкспорт по понятным причинам. На тот момент соревноваться особо не с кем было. Десятый год. Тем не менее, по мнению страны-заказчика, то есть Украины, туда надо было ставить не 320-й проект, а 392-й. 392-й на тот момент был уже хорошо известен. Проект ВВР-1000 В392. Это первый и второй блок атомной электростанции «Синвань», которые начали строить в 99-м году. И это первые атомные энергоблоки, где под реакторами уже стояли ловушки расплава. Мягко будет сказано, задолго до Фукусимы. Вот такую запроектную аварию с полным расплавлением ядерного топлива уже было продумано, уже было сделано. И, разумеется, специалистам из государственного регулятора Украины такой проект нравился значительно больше, безопасность значительно выше. Но упиралось в том, что непонятно, что делать с габаритами. Проект ВВР-392, он больше диаметра, соответственно, чуть выше. То есть надо было либо перестраивать все на свете, все, что там было построено под 34-й блоки, либо каким-то образом договариваться с Росатомом, чтобы работали в том же режиме, который был в свое время реализован в Иране. Напомню, атомную электростанцию Бушер начинали строить немецкие специалисты, потом в связи с Исламской революцией они это дело бросили, и Росатомом умудрился вписать свое оборудование в чужие габариты, перестроив там все на свете. То есть там и лазерная резка, и перестройки, и все что угодно. Но справились. И вот в этих сомнениях господа в Киеве пребывали с 2010 по 2014 год. В 2014 году понятно, что уже никаких мыслей не было. Начали мелькать разные лица в руководстве энергоатома, государственная атомная компания. У всех там были самые разные мысли. Одно время договорились за то, что в эти же корпуса можно попробовать поставить реакторы от компании Вестингаус, которые еще больше, чем проекта 392. Потом, видимо, кто-то им сказал, что, ребята, оно сюда вообще никак не влезет. И тогда решили, что раз уж с американцами меморандум подписан, будут строить пятый и шестой блок в чистом поле. То есть он не мучится с этими габаритами. Меморандум красивый, на прекрасной бумаге подписан, в печати стоит все красиво. Может быть, когда-то начнут строить, если говорить о, как бы это помягче сказать, совершенно объективной организации под названием МГТ, то если заглянуть в их базу данных, приз, то Хмельницкая атомная электростанция там отмечена как атомная электростанция, где строятся два энергоблока. Как они строятся, кем они строятся, науке неизвестно. Я не знаю, что там происходит в Раде, какие миллионы они собрались платить, но давайте ко второй части этого морализонского балета к замечательному государству Болгария, при виде которого Евуда Искариот нервно курит в сторонке. Атомная электростанция Белены была задумана, опять же, в середине 80-х годов, тогда в полном порядке существования Советского Союза, и в полном порядке существования Совета экономической взаимопомощи, в рамках которого все и делалось. Проектировалось два блока, опять же, ВВР-1000, проект ВЭЧ-366Б. Не так важно. Мучились достаточно долго, кончился Советский Союз, кончился Совет экономической взаимопомощи, кончились деньги, наступил Евросоюз, денег стало еще меньше, но, тем не менее, размышления какие-то были. В 2008 году уже член Европейского Союза, Республика Болгария, подписала контакт с Атомстройэкспортом о том, что будут строиться два этих блока. Стоимость контакта была 4 миллиарда долларов. Через три года после размышления о том, строить или не строить, решили, что все-таки надо строить. Контакт подписан, но три года ничего не происходит. Обращаясь с вопросом к Росатому, что теперь? Росатому вежливо сообщает. Теперь, с учетом того, что произошло в Фукусиме, с введением МАГАТЭ, так называемого постфукусимского кодекса безопасности, чтобы было понятно, там были выявлены недочеты не столько конструкционные, сколько работы персонала атомной станции Фукусима. И если смотреть на современный проект ВВР-1200, то там насчитывается в общей сложности 33 системы безопасности. Строены куда только можно и составляют более 30% общей стоимости. То есть дорогое удовольствие, о чем, собственно говоря, Росатом и сообщил. Да, было 4 миллиарда евро, стало 6,4 миллиарда евро, потому что надо строить в соответствии с требованиями МАГАТЭ. Еще два года размышлений и после очередных выборов очередного правительства в Болгарии, Болгария принимает героическое решение отказаться от проекта в одностороннем порядке. Росатом, который, зная, что контракт подписан, что у него все в порядке, занимался производством долгостроящегося оборудования. Корпус реактора, 300 тонн веса, очень четких геометрических размеров с точностью сплава до сотой доли процента и так далее, и так далее. На все это посмотрел, ничего не понял, пошел в суд. В шестнадцатом году прошли все судебные станции и Болгария рассчиталась по виску. 600 миллионов евро было выплачено, после чего Росатом получил деньги, все это оборудование, собрал со своих заводов и отвез в Болгарию. Сейчас у нас на дворе 25-й год оборудование лежит. Я думаю, что ему там неплохо. Хранят его там как-то, видимо, деньги какие-то платят. В это время на Украине продолжают размышлять, не построит ли нам третий-четвертый блок на Хмельницкой атомной электростанции. А вот же корпуса. Первое предложение из Киева в адрес Софии, давайте мы вам 200 миллионов дадим, и вы нам все это отдадите. Встречное предложение из Софии в адрес Киева, давайте вы нам миллиард дадите и получите комплект оборудования. Поэтому о каких сотнях миллионов, до чего там эти два замечательных государства пытаются доторговаться. Понятно, что болгары свои деньги выплатили, плюс хранение в течение всего этого времени хочется хоть как-то компенсировать, деньги из бюджета ушли. В бюджете ветер, почему бы, собственно говоря, с Украины все это и не площадь. Если отбросить вот все эти сценария, представить себе, что неожиданно Владимир Владимирович с Дональдом Фредовичем о чем-то договорились, известили об этих результатах своих переговоров, этих, которые в Евросоюзе, и этих, которые в Киеве, вот остановились все боевые действия, все полный порядок. Но, тем не менее, поверить в то, что восстановится отношение с Росатомом достаточно сложно, если варианты достроить эту атомную электростанцию без участия наших специалистов. Да, есть, как это неудивительно для кого-то звучит, лицензия на производство оборудования для реакторов ВВР-1000 имеет чешская компания ЧЕС, чешская электротехнические заводы, по-моему, так шифровываются. Действительно, на тот момент, когда начиналось строительство атомных электростанций в странах СЭФ, в странах Восточной Европы, в ГДР, в Германской Демократической Республике, в Венгерской Народной Республике, в Народной Республике Болгарии, было понятно, что удобнее все-таки заниматься производством на месте, не перевозить из Советского Союза специалисты в Чехословакии, на тот момент это была Чехословакская Социалистическая Республика, но, как известно, серьезные специалисты, не просто так. В 1944 году канцлер Германии Адольф Гитлер направлял поздравительную телеграмму в адрес чешских машиностроителей за то, что они, несмотря ни на что, продолжали уверенно выполнять все военные заказы по части легких танков и так далее, и так далее. Молодцы, специалисты. Они могут, они действительно могут произвести и внутрикорпостное оборудование, парогенераторы, такие большие крупные коробки, тоже весом за сотню тонн каждая лежат в Болгарии, надеюсь, что они заржавели, надеюсь, что хотя бы на весу у них хватило денег построить. Так что теоретически возможно обойтись без услуг Росатома. Берем готовые корпуса, берем парогенераторы, с насосами чехи могут справиться, с насосами могут Венгрию помочь, общими усилиями что-то можно сделать. Если о сегодняшних настроениях Украины, то, как известно, они перешли на топливо от Вестенгаус. Вестенгаус на рынке мирового реакторостроения не заметен, но его топливные заводы в полном порядке, расположены в Швеции. Такой типичный пример глобализма. Вестенгаус считается до сих пор американской компанией, потому что устраивает патентное право, которое в США есть, принадлежит она канадской компании, завод в Швеции, ну и так далее. Реакция на то, что стали поступать топливные сборки со шведского завода со стороны Росатома известна, сняты все гарантии. Да, я производитель автомобиля, но я подозреваю, что ты заправляешься не на сертифицированных заправках, за гаражами какой-то керосин туда льешь, поэтому я за эту машину не отвечаю. Мы не знаем, что это за топливо, каковы его характеристики, нам неизвестны результаты проверок внутри реактора, после реакторной проверки, мы ничего этого не знаем, соответственно, все гарантии сняты. Если нынешние власти будут оставаться в Киеве все так же, то они могут продолжать экспериментировать на подконтрольной территории столько, сколько считают необходимым. Мы здесь ни при чем. Но если говорить о реалиях, Украина, которая найдет то ли 500 миллионов, то ли 600 миллионов евро, заплатит Болгарии, найдет специалистов, которые способны строить, сейчас, по-моему, большая часть взрослого мужского населения Украины занимается совсем другими делами, вкладывается во что-то совершенно иное, приобретает недвижимость размером полтора на два метра, вместо того, чтобы пытаться понять, где у нас экономика, она же недавно была, мне кажется, что это не более, чем какая-то очередная завиральная идея, которая должна закончиться аккуратным распилом денег, либо с той стороны, либо с этой. Бюджет Украины, это поступление из Евросоюза, Евросоюз, Болгария, где-то там что-то может быть и произойдет. Максимальный результат, который я вижу, сейчас все оборудование, произведенное Росатомом, лежит на площадке в Болгарии, перевезут, будут лежать под Хмельницком. Оно железное. Да, это тот случай, когда оба партнера хороши. Республика Болгария, я напомню, что я с восторгом отношусь к тому, что Болгария мировой рекордсмен по отказам от любых проектов в топливно-энергетическом направлении, связанном с Россией. Болгария отказалась от продолжения магистрального нефтепровода «Дружба». Болгария отказалась от строительства атомной электростанции. Болгария отказалась от Южного потока. Она отказалась от всего, чего могла, молодец, могу только поздравить. По упущенным возможностям, так скажем, да? Не знаю, если население выбирает вот такое правительство, значит, у них все в порядке, мы можем только радоваться. Молодцы, хорошие результаты. Насколько я понимаю, за статистикой не слежу, но я почему-то уверен, что Болгария одна из самых передовых стран Европы, у нее все прекрасно, потому что отказаться от всех проектов, но я уверен, что состояние после этого выросло промышленность расцвела, и уровень жизни, конечно, усилился в небесах. Спасибо, Борис Леонидович, за прекрасный комментарий. Друзья, пишите, что вы думаете по этой теме в наших соцсетях. Мы ждем вас. Всем спасибо за внимание. Не забывайте заглядывать в наш Телеграм. Новости о проекте появляются прежде всего именно там. Всем спасибо за внимание и всем всего доброго. Всего доброго.